эмоции всплеск привет зритель ща будет обзор очередной еды из очередного магнит если тебе сию нравится то оставайся со мной если тебя мучает вопрос на какие шиши я живу то донат внизу видео в инфобоксе если тебя не мучает этот вопрос но ты просто хочешь поддержать канал то welcome to hell донат внутри инфобокса если ты верующий в лёлю и хочешь мне что-то послать то там самом низу адрес до востребования ну и да для тех кто папа болит блин на чё она живет она вечно что-то пожрать все покупают я не на ваши деньги живу не парьтесь что ж начнем я вообще хотела себе купить мороженое дня три как хочу мороженое но я то тут чихаю и где-то половину суток болею умею я так во времена сессии научилась лет так уже наверное двенадцать назад начала учиться во времена сессии когда ездила утром уезжала вечером возвращалась каждый день короче и то чихаю сегодня чихала в районе порошков чё-то я так зависла думаю надо мне чё не надо мне чё чё сейчас стоит чё по скидке чё вообще думал у меня вроде все есть стиральный порошок когда эту стиралку купила мая наверное короче вот с мая у меня до сих пор это стиральный порошок я как бы стираю не каждый день но иногда бывает что по нескольку раз за день но моя тетя мне объяснила как его пользоваться товарищу от когда еще меня смотрел и общал чё-то тоже вякал по плоду стирального порошка в каких-то количествах стиралка у меня на четыре килограмма класса или тип того ну как бы нам с ней этого порошка еще хватает и когда я начала чихать я поняла что чихаю наверное от этих всех химических физических и т.д. и т.п. порошковых ароматов и что-то я посмотрела на это мороженое и думаю зайду потом другой магазин куплю себе наверное мороженое похожу с мороженым похожу поем его и забыла и в другой магазин не зашла сейчас поняла что хлеба то белого я не купила потому что вчерашний то по моему хлебе уже захомячила за таком там были три маленьких булочки есть у меня черный надеялся он еще не откинулся и вообще вспомнила что мне как бы надо есть потому что у меня и замороженная фасоль местного производства из соседнего сада меня угостили свое время и я вот заморозила мне объяснили даже как делать и там надо надо яйцо а я из том я не могу в общем купила я все яиц что-то у меня на 191 с копейками все вышло яйца сейчас по 50 с чем-то это там еще были вроде как помоложе но я или постарше короче 14 кутября были но я не поняла сколько они стоят и решила взять которые 12 октября о авангард россия республика мордовия бла-бла-бла срок годности 25 суток при температуре такой-то и 90 суток при другой при морозильных камерах но у меня не в морозильной камере она будет она будет у меня на дверце холодильника в самом верху я думаю что принципе это примерно та же самая морозильная камера количество 10 штук яйца курино-пищевая столовая категория с 1 на основе натуральных кормок 12 октября они созданы у нас авангардом по моему назывался какой-то колхоз в молодости моей бабушки потом еще по району погуляла соображала сколько лет этот район жил при советском союзе где-то 13 лет вы их получилось а ну там местами вот видно такой советский союз вот те самые времена когда вот кто-то детей и природу ценили больше чем фотографии на фоне моей новой работы в инстаграм ибо инстаграма не было но фотики в принципе уже были в общем вот я к тому что принципе вот и есть такие типичные дома двухэтажные в нашем районе есть и есть еще в одном районе я там свой диплом от отмечала диплом кульковский со своими скажем так сокурсницами которые меня одна чуть постарше другая прилично старше но как бы считается что возраст от наличия мозга не зависит наличие мозга от возраста не зависит в общем умные люди были есть такие вот которые постарше тупим пятилеток короче тук тук войдите и там тут точно такие же типичные двухэтажки были там правда с одной стороны допустим подъезд с другой стороны где нет подъездов там огородики такого нету но тоже вот какой-то такой типичный советский союз местами вот в том же таллине он где-то проглядывал в калининграде он тоже слегка был в той же белоруссии дофига его советского союза осталось в общем у меня как бы есть сливочное масло но я забыла его достать из морозилки точнее забыла залезть морозилку чтобы разлип стильте залежит продуктов замороженных про запас и достать кусочек масла чтобы он разморозился и я его как бы хавала моя родная считаю что то масло которое беру и они тоже я не знаю вроде берут еще или нет оно как бы ну вот на булочку мазать лучше из пачки я тут что-то увидела на булочку из пачки точнее масло в пачке 49 с копейками по скидке типа сливочное масло сладко сливочное не соленое крестьянское слушайте я уже где-то ну почти год уже не покупала вот в таких пачках масла не именно в таких а вот вообще просто пачках масла вот пачка с маслом чтобы вы видели для тех кто смотрит друг меня с телефоном кстати хорошо так управлять телефоном можно понять видеть ли человек с телефона если него экран где-то так скажем ну одна четверть моего телефона в общем она у нас какого хоть 24 сентября рождено тут чисто сливки и 170 180 грамм на ценнике было но я не поняла я тут эти граммы я одну из пачек так приоткрыла глянула смотрю нормальное масло думаю ну это с черным хлебом при вареном яйца в смятку очень вкусно хавать я давно не ела яйцо с мятку с черным хлебом и с маслом именно черный хлеб с маслом ну и мне типа как бы надо лопать черный хлеб с маслом мой тут мой кошелек я думаю что такое купила красненькая там кошелек там чеки всякие беременненький кошелечек слушайте кожаный кошелечек хорошенький до сих живет у меня есть кожаный кошелечек я в девяносто третьем году покупала москве за свои огромные 100 рублей он тоже до сих пор еще живой правда он не предназначен под всякие карты такие скидочные после требуху а еще я увидела пакет я в этот раз брала с собой сейчас разбиралась в шкафу что-то искала и поняла что у меня столько всяких этих пакетов можно их брать с собой можно мусорник ложить этот самый перерабатываем и как я обычно делаю кот у меня пытается по ходу дело он как-то так вот со с той стороны пианино прошел на тумбочку с чаем залез из тумбочки с чая залез уже наверх пианино может как-нибудь что поиграю и что-то он пытается с чем-то там играть на как-нибудь включить камеру может даже экшен если чё фоном если там звук как-то не очень запишется можно будет просто комментировать на монтаже его действия вот он сейчас скинул обезьянку хотела же сегодня этой девчонке написать смс-ку что-то вспомнила про свою бабушу вспомнила про ее бабушу думала написать спросить как у нее бабуся и вот сейчас код скинул обезьянку этой девчонки а девчонку зовут ирка так валио удобная упаковка легко использовать без ножа валио плавленый сыр свалился смысле спрыгнула как-то так загадочно прыгал видать на обезьяну но пополнимо плавленый сыр сливочный 180 грамм состав принципе меняемый ну по крайней мере нету непонятного растительного масла состав сыр и твердые полутвердые в скобочках содержит фермент ферментный препарат животного происхождения лиза цин цим продукт переработки яиц в скобочках вода питьевая масло сливочное сухое обезжиренное молоко молочный белок эмульгаторы 3 и 1 и 2 и 3 и 1 и 1 и 2 и короче 7 эмульгаторов ну хотя бы не без масла пальмового консерванты сорвиновая кислота низин регулятор кислотность и лимонная кислота без гмо тут еще пара рецептов а нет один рецепт такой огромный приятного аппетита еще больше рецептов в кулинарном клубе валио 3w.valio.ru slash recipes или что-то такое slash и сырный суп с тартаром из лосося ну и тут типа как бы рецепт разогреть мне показалось что разогреть микроволновки нет это где-то в другом месте разогреть в общем тоже вот такой первый раз вообще увидела 89 ну грубо говоря 90 рублей вот такая штука думаю с черным хлебом с захомячью вообще я потом собираюсь на турники потому что вчера я вечером шла часов где-то 8 пол девятого и там были люди кому интересно я во флудилке скажу что за люди потому что пришла еще думают точнее еще когда там было думаю приду во флудилку пожалуй сюда было точнее я села в цветок до переводить что-то он вчера очень много очень многословный 51 глава было много текста много текста на 25 страниц последняя того учитывая что была на 27 страниц там было меньше текста иногда даже его не было хотя тут тоже была страница без текста и как-то вот в тот-то раз он меня на час с хвостиком ушел ну грубо говоря до 75 минут в лучшем случае с перерывом на чего-то там на спам на телефон на телефон позвонили типа поставить и в этот раз что-то у меня долго шел они постоянно ели в этой главе мне постоянно есть хотелось тоже приходилось отвлекаться на еду в общем я забыл его флудилку подвалиться короче в общем пойду я потом на тренажеры что в девять полдесятого думаю даже где вот раньше до этого ходил в десять где-то ходила хорошо может быть даже в десять пойду на эти тренажеры один у нас магазин до часа ночи работает если у меня хлеб все-таки откинулся то зайду на удачу на удачу потому что хлеб приводит каждый день он свежий и небольшими партии партиями иногда он если иногда его нет иногда его совсем нет иногда что то такое есть ну короче в общем потом может быть если черный хлеб у меня все-таки решил откинуться я все хочу их как нибудь хоть сухариков шури типа сделай там даже на сковороде поджарить типа этими гренками но как-то он у меня раньше умирает чем я его съедаю в каком-либо виде вот такой у меня обзор из серии магнит я этим и доделом пользуюсь но все время забываю какие там скидки там как-то была скидка вот это кэшбэком или кэшбэк тупо был на вискос но что-то у меня чек не прошел почему-то хотя там был вот этот квадратненький квадратик qr-код или как он там всем спасибо за просмотр всем пока